Я выступала в сессии, посвященной домашней одежде и спортивной одежде, как некому тренду рынка фэшн. И я, так как 10 лет уже занимаюсь эмоциональным маркетингом, рассказывала о том, как использовать персонажей и известных личностей, известные бренды для повышения продаж и привлечения внимания к продукции. Вообще, конечно, спортивная одежда и домашняя одежда – это наиболее эмоционально заряженные продукты именно в фэшн-сегменте. И поэтому лицензирование и использование известных образов на товарах наиболее перспективно в этом сегменте. То есть мы хотим, чтобы домашняя одежда была приятной, она вызывала положительные эмоции, а использованный на одежде бренд будет дополнять их. И, например, одежда, вызывающая приятные ассоциации, она будет, конечно, у нас более популярной. Одежда для дома и спортивная одежда – это наиболее эмоционально заряженные сегменты фэшн. И поэтому использование лицензионных брендов наиболее оправдано в этих сегментах. То есть они могут привнести дополнительный стимул для покупки, они могут дополнительно порадовать покупателя. Мы, одеваясь в одежду дома, мы хотим испытывать положительные эмоции. И лицензионные бренды, которые вызывают у нас такие эмоции, как нежность, уют, добро, любовь, мы, конечно, будем воспринимать лучше, чем одежду ноунейм. И в этом сегменте, конечно, использование арендованных и уже сформировавших свой имидж брендов наиболее оправдано. Выставка развивается. Я уже не первый год выступаю на этом мероприятии. И сравнивая с тем, что было несколько лет назад, я вижу, что она развивается и растет. Все больше экспонентов, все больше более активные посетители. И мне это не может не радовать, потому что с развитием сегмента фэшн, конечно, развивается и сегмент лицензионной одежды. И одежда с изображением лицензионных персонажей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!